...имущество Поворотского химического завода. Оно находится на государственном предприятии. И данный факт не укладывается некоторым народным депутатам. Я не думаю, что это наше частное имущество, и мы распоряжаемся им к этой академии. И... Головной заказчик утилизации ракетного топлива в данной ситуации это государство. И приоритетом выполнения межгосударственной, а на данный момент государственной программы утилизации ракетного топлива является первым делом президент, конгарант, Верховная Рада, Кабинет Министров. И в данной ситуации Поворотский химический завод является просто исполнителем международных обязательств, которые взяла себя Украина по утилизации твердого ракетного топлива, которое содержалось в межконтинентальных баллистических ракетах РС-22. В мае 2019 года Поворотским химическим заводом был подготовлен пакет документов для того, чтобы существующую программу утилизации откорректировать в плане изменения сроков и в плане корректировки финансирования. Потому что на предыдущих этапах утилизации были частые недофинансирования программы, соответственно, сроки продлились. Но в ноябре месяце, когда на бюджетном комитете Верховной Раде было рассмотрение программы утилизации, непонятным образом бюджет, который был заложен изначально в 169 миллионов, был резан в 6 раз. В результате того, что у нас получилось несоответствие предложения Кабинета Министра Верховной Рады, программу отправили на доработку. Соответственно, заморозилась работа по программе и заморозилось финансирование программы на данном этапе. Ввиду того, что стоимость финансов, которые были предложены сейчас на утилизацию, сократились до 30 миллионов, срок предполагаемой утилизации у нас удлиняется до 6 лет. Хотя первоначально мы планировали все это топливо утилизировать в течение 3 лет. Ввиду того, что сроки у нас удлиняются, у нас удлиняются затраты на дополнительное хранение топлива, срок годности которого истек в 2000 году. То есть топливо, срок годности, оно уже просрочено на 20 лет. И дополнительный вот этот срок, он, грубо говоря, увеличивает стоимость хранения, потому что топливо становится более чувствительным. И, соответственно, увеличивается стоимость извлечения топлива, потому что оно, опять же, более чувствительное, и его извлечение, переработка будет более дорогостоящим. В результате, из-за непрофессиональных действий Верховной Рады Кабинета Министров, программа утилизации была заблокирована, финансирование остановлено. Следует отметить, что членом бюджетного комитета Верховной Рады является наш депутат-мазадарщик, это Коптелов Роман Владимирович. Именно по его инициативе, из-за некомпетентных и, может быть, голословных заявлений, программа была урезана. Соответственно, вся ситуация, которая получается у нас, у нас выходит в результате действий человека, который должен заботиться о нашем городе, о нашем предприятии. А человек назвал эту программу популизмом, и мы имеем то, что мы имеем в виду.